Донская пулеметная клинки не обнажать! Так, и просьба, господа! Патронов не жалеем! Гражданская война в России 1917-1922 годов. Это не просто история, которая была когда-то. Это события, которые в современных реалиях вполне могут повториться. И повторяются. На Украине, например. Насколько страшна брата-убийственная война фрязинским и щелковским школьникам наглядно продемонстрировали участники клубов военно-исторической реконструкции. Уникальные открытые уроки в такой форме уже три года организует патриаршая подворья храма святителя Николая Мерликийского в селе Сдехово. Не дай нам Бог, чтобы брат пошел на брата. Так звучала тема этого урока. И задача нашего урока – показать школьникам, родителям, детям, всем собравшимся, что ни в коем случае, что бы ни происходило в нашей жизни, как бы нас ни пытались стравить друг с другом внешние силы, не должен брат поднимать руку на брат. Нельзя повторять тех ошибок, которые были в нашей истории. В течение двух дней на территории профилактория Приозерный стояли лагерем красные и белые. Красноармейцы и матросы, басмачи и махновцы, кавалеристы и пулеметчики, казаки и белогвардейцы. Учителя истории и руководители военно-исторических клубов знакомили школьников с идеологией красного и белого движения. Ребятам раскрывали историческую обстановку эпохи гражданской войны, рассказывали о духовно-нравственных причинах раскола в обществе, в результате которого пять лет русская земля обогрялась русской же кровью. Прочитать и услышать хорошо, но лучше увидеть. Самой яркой частью открытого урока стала реконструкция эпизодов гражданской войны. 17-й год. Война империалистическая перерастает в войну гражданскую. 18-й год. На Дону вернувшиеся с фронта казаки воюют с частями Красной армии. 19-й год. Бои белогвардейцев, красноармейцев и махновцев на юге России. Все происходящее на поле сопровождалось комментарием профессионального историка. Наша ассоциация сегодня представляет казачьи подразделения. И вот в реконструкции трех эпизодов гражданской войны мы участвуем на стороне казаков, которые, собственно говоря, до последнего момента были практически боеспособной частью конца гражданской войны, то есть до 20-х годов. Реконструкторы, большинство из которых участвуют в открытых уроках не в первый раз, говорят, что подготовка нужна особенная. Урок – это не просто развлекательное шоу. Важна содержательная составляющая. Для того, чтобы реконструировать определенный эпизод исторический, как, например, сейчас, ведется предварительная работа, очень серьезная. То есть, штудируются исторические источники, архивные материалы, может быть, даже археологические источники какие-то нам дают определенные знания о том, что происходило в той местности, о которой мы говорим или хотим рассказать. Но сегодня реконструкция, она не просто как реконструкция проводится, она проводится в рамках открытого урока, то есть здесь задача не столько сделать реконструкцию для себя, сколько пытаться донести до детей эти исторические моменты и показать им, чтобы они ощутили воочию, увидели, как это было на самом деле, насколько была ожесточенная эта война гражданская и как она страшна, если она повторится. Смотри, по команде, сначала отыгрывает обошь со всей ерундой, то есть там бурба над ним поглумится, потом конный разъезд выйдет, и вот когда начнется там возня конных разъездов перед зрителями и тишине, тогда только мы выступаем и разворачиваемся цепью. Только тогда, не раньше, раньше не светимся. Пять лет горя, унижения, насилия, ненависти. Десять с половиной миллионов жизней с обеих сторон. Помочь школьникам сделать правильные выводы из трагических страниц прошлого и через это правильно сориентироваться в настоящем. Донести до сознания мысли о необходимости единого государства призван был открытый урок по истории гражданской войны. Закончился он за упокойной службой по всем погибшим. Организатор мероприятия, отец Леонид, пригласил к сотрудничеству учителей истории, поскольку урок этот не последний. Вот такие масштабные уроки, которые мы считаем, если можно так назвать, инновационным методом образования. Они очень наглядные, доходчивые дети, сейчас не очень интересуются историей, нужно что-то такое, чтобы их зацепило и заставило задуматься. Я не понимаю, зачем была вообще нужна эта война, зачем нужно было столько смерти. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».